В райцентре Обьячево обновлённый кинотеатр откроют уже в июне. Победа в конкурсе на получение финансирования позади. Осталось дождаться установки нового оборудования. С нетерпением все прилузцы ждут переоборудования кинозала в современные уже условия. То есть будет доступно смотреть новинки зарубежных, а главное, отечественных кинофильмов, непосредственно, которые только-только выходят. С той компанией, которой мы заключаем контракт, они нам благотворительно хотят помочь в переоборудовании, поставке именно тех материалов, которые сейчас на сегодняшний день нужны. Это шумоизоляционные плиты. Они нам в качестве благотворительности будут делать реконструкцию кинозала. Раньше, чтобы посмотреть новую ленту, селянам надо было три часа потратить на дорогу до столицы Коми. Программа Министерства культуры позволила получить федеральные средства сразу четырём кинотеатрам региона. Суммы разные, но итог один. В отдалённые районы придут прокатные новинки, в том числе в формате 3D. Единственный кинотеатр Сысельского района «Мир» тоже в процессе реконструкции. Основные зрители в нём дети. В центре Визинга пять дошкольных учреждений и Визинская среднеобразовательная школа. И поэтому все, как говорится, воспитанники, все учащиеся являются посетителями кинотеатра «Мир». Здесь проводятся различные мероприятия, кинопрограммы, действуют киноклубы, такие как «Подросток и закон». Многие дети, они даже не видели вообще всю эту киноаппаратуру. Вот эти кинопроекторы «Украина», с которыми мы выезжали на фермы, в лесопункты. Раньше же было очень много киностановок, когда кино, наше кино очень ценилось. И после того, что это всё рухнуло, период, он, конечно, практически уничтожил всё это. Здесь деньги идут не только на оборудование, но и на ремонт стен, проводки и замену кресел. А кроме Обьячева и Визинги в программу попали Жешерт и Вуктыл. Этого удалось достичь с привлечением средств из федерального бюджета. Конечно, мы хотим, чтобы везде так было. И, конечно, в большей степени хотим насытить сельские территории, удалённые территории. Потому что там, чтобы не было вот этого, знаете, состояния оторванности, как будто вот нас бросили, нами не занимаются. Хочу сказать, что деньги немалые. На каждый такой проект мы получаем 5 миллионов рублей. Это действительно серьёзные подспорья. Я хочу сказать, что мы, когда начинали в 2016 году, мы вообще даже представить не могли, что мы вообще даже попадём в эту программу. А в 2017 году уже 4, в 2016 – 1. Поэтому уже 5, уже хорошо. Положительная динамика пока сохраняется, а руководство и жители регионов верят, что блага цивилизации, в том числе культурные и развлекательные, должны быть доступны всем, независимо от удалённости. Евгений Стокос, Таисия Жакова, Иван Богомолов, Вячеслав Беспалов, Телеканал Юрган.